Максим Нальский. Давайте пригласим сюда Максима. Максим, добрый день, добро пожаловать. Всем привет. Спасибо. Всем привет. Я рад вас всех видеть сегодня здесь. Спасибо большое, что нашли время присоединиться к нашему мероприятию. Спасибо всем, что пришли. Спасибо, организатор, за меня на этом холодный, но очень холодный день. Я Максим Нальский. Я хотел бы рассказать вам про кейсы вывода своих компаний на зарубежные рынки. Я занимаюсь IT всю свою жизнь информационными технологиями. Вот эти компании я создал. Всех обвиняет то, что они работают на рынке B2B. То есть они делают решения не для индивидуальных потребителей, а для компаний, корпораций, акционеров, топ-менеджеров, руководителей и прочих стейкхолдеров. Глобайт, системный интегратор, я его продал в 2010 году и в 2018 году. Плазиус, мобильную систему лояльности, мы продали Сбербанку России. В трех скарных компаниях я по-прежнему участвую. Они растут все прибыльные. Самая известная компания ICO, в которой мы основались партнером Давидом Яном в 2005 году. Мы задумали сделать лучшее в мире решение для управления ресторанным бизнесом. Тогда ресторатору нужно было покупать 5-10 разных программ. Одну программу для склада, одну программу для кассы, одну программу для доставки, для управления временем персонала, учета рабочего времени, финансов и прочее. И мы задумали сделать интегрированное ERP-решение, которое обменяет все бизнес-процессы ресторана в реальном времени. На сегодняшний день в ICO приобрели 26 тысяч ресторанов в 30 странах мира. И отличительной особенностью бизнес-модели ICO является то, что более 80% продаж мы делаем через реселлеров, независимые компании, которые продают наши решения. У нас нет в них никакой доли, нет никаких других отношений, кроме коммерческого договора о партнерстве. И в этом году мы открыли свой первый зарубежный офис в марте в Лондоне. И решили сделать такой фокус на зарубежный рынок. Сегодня этот офис продает 3-4 инсталляции в неделю. Почему выбрали Лондон, почему Великобританию? По совокупности факторов. Во-первых, 2 года назад у нас появился клиент, который, международная глобальная американская компания, которая захотела развернуть наши решения в Англии. И таким образом мы наши решения локализовывали для английского рынка, у нас было готовое решение. Во-вторых, если выбрать какой-то язык, на котором говорит большинство сотрудников нашей компании, кроме родного языка, то это будет английский. А среди всех англоязычных стран до Англии ближе всего лететь. Вот по совокупности факторов мы решили начать нашу зарубежную такой таргетированную экспансию именно там. Но сегодня я хотел бы рассказать вам еще про один кейс выхода на более сложный и более лакомый для всех технологических компаний рынок. Это рынок Соединенных Штатов Америки. И туда мы выходили с решением Pyrus. Кто знает, что такое Pyrus? Кто-то знает. Pyrus — это система для организации работы и рабочих процессов. Там можно ставить задачи друг к другу. Петя поставил Васю, Вась подключил Елену. Что-то обсудили. Тут у каждой задачи есть цель, ответственный срок. И вторая большая часть Pyrus — это бизнес-процессы. Чем процесс отличается от задачи? Тем, что у процесса есть определенные стадии и есть определенные метрики, за какое время должны определенные стадии проходить. Есть KPIs, за которыми вы хотите следить и управлять. При этом процессы, заявки могут быть самые разные. Это может быть заявка на согласование счета на оплату, платежа какого-то, договора. Это может быть заявка на поиск персонала. Это может быть заявка на вакансии конкретного кандидата рассмотрения. Это может быть обращение клиента в колл-центр. Это все примеры разных процессов. Вы мне скажете, Максим, ну слушай, система такого task management, workflow management, business process management — их сотни. И что такого нового сделал Pyrus? Дело в том, что Pyrus на самом деле — это система коммуникации. В ней люди общаются. Вот так выглядит типичная заявка. Это просто заявка на согласование платежа. И видите, здесь люди обсуждают. Один человек спросил другого, другой согласовал. Я тоже собираюсь согласовать. И вот в Pyrus каждая задача или каждый заявок на процесс — это некий чат, в котором происходит общение, и где люди движут эту заявку и задачу вперед к цели. Pyrus сделал самое крупное облачное внедрение, B2B-внедрение в России. В Совкомбанке более 15 тысяч человек пользуются Pyrus каждый день. Нет ни одного другого облачного вендора в России, у кого есть таком масштабе внедрения. Какие метрики мы смотрим и отслеживаем в продукте? Ну, есть дневная аудитория, есть ежемесячная аудитория. Но оказывается, что самой важной метрикой на самом деле является их соотношение. Это показывает, какая доля из тех, кто приходит к вам каждый месяц, пользуется вашим продуктом, на самом деле пользуется каждый божий день. И вот когда корпорация Facebook купила мессенджер WhatsApp за 19 миллиардов долларов, то их ведущий инвестор, один из самых известных фондов венчурных, Silicon Valley, Darin и Sequoia Capital, на следующий день опубликовали статью, в котором объяснили такую высокую оценку. И они написали, что вот это соотношение, вообще оно у мессенджеров больше 50%, а WhatsApp оно самое высокое, составляет 70%. Это означает, что из миллиарда пользователей WhatsApp на тот день этим программным продуктом его использовали 700 миллионов человек каждый день. Вот у Pyrus это соотношение 62%. То есть поэтому Pyrus это коммуникационная платформа не потому, что я вам так сказал, а потому, что есть независимый engagement метрик продукта, который это показывает. Как построить классный продукт? Ну, надо, конечно, сделать обязательно маркетинговое исследование, потому что мало ли что вы будете строить, надо понять, вообще спросить людям, это нужно или нет. Надо строить сразу для большой аудитории, потому что если строишь для маленькой, то вряд ли может просто не хватить клиентов для того, чтобы купить продукт. Значит, обязательно нужно технически совершенный продукт вводить на рынок, себе баги починить и выбрать желательно рынок с не очень большой конкуренцией, потому что, ну, иначе у вас крупный игрок просто съест, если большая конкуренция. И надо для начала фокусироваться локально, потому что, ну, так проще найти первых клиентов. Звучит здраво? Ну, мы сделали все наоборот. Значит, во-первых, мы начали, я начал делать продукт для себя, потому что я управлял бизнесами, и не было решения, в котором можно одновременно отслеживать задачи и вот, и коммуницировать по ним. Отслеживать нужно было в каких-то специальных продуктах, а коммуницировали все в почте, там, в скайпе, в мессенджерах, и в итоге информация расползалась, и было невозможно собрать концы и понять вообще, в каком статусе все находится. Когда мы сделали продукт для себя, мы дали его друзьям и попросовали сделать, чтобы они вот полюбились в него. Оттачивали, отполировали, чтобы несколько человек действительно начали им пользоваться. Мы в первой версии вообще не было никаких форм, процессов, вот всей этой истории не было, был очень простенький продукт, но мы старались основные юзкейсы сделать вот так, чтобы прям вот pixel perfect, чтобы все работало идеально. И мы с самого начала понимали наше глобальное позиционирование в экосистеме всех продуктов для работы, для совместной работы. Потому что, мне кажется, в этом зале вот каждый инвестор, который есть, он, наверное, уже отверг десятки стартапов, которые пытаются что-то сделать на рынке совместной работы. Это один из самых конкурентных рынков B2B. Добившись неплохих оценок в мобильных приложениях, в App Store и Google Play, мы решили выйти на зарубежный рынок, но тут нас ждали некоторые подвохи. Значит, во-первых, наш первый продукт назывался Papirus. Почему Papirus? Ну, типа электронный папирус. Я там все записываю, и там ничего никогда не теряется. Мы, когда основывали компанию, быстренько регистрирули домен, и почему-то взяли в зоне нет, наверное, в зоне ком был занят. А когда уже выходишь на зарубежные рынки, все-таки хочется иметь домен в зоне ком. И мы попытались это сделать, но тут выяснилось, ждала у нас другая засада. Выяснилось, что слово Papirus на экране, оно написано с опечаткой. Значит, правильно пишется вот так. А вот этот домен уже принадлежит некоторому целлюлозно-бумажному конгломерату европейскому, у которого выручка больше 2 миллиардов евро. И я, откровенно сказать, даже не решился им писать письмо с вопросом, почему отдадите домен. Мы долго думали, собственно, над именами. У нас было как бы много споров, потому что уже были клиенты лояльные, привыкли к Papirus, я тебе напишу в Papirus, и как-то хотелось что-то близкое. И в итоге просто две буквы первых отрезали, и нам удалось вот этот замечательный пятибуквенный домен купить за какие-то разумные деньги. Я помню, человек, который нам его продавал, он где-то путешествовал в Бразилии, в Амазонке, и мы боялись, что он пока подпишет договор, чтобы его не съел только крокодил. Когда домен был наш, вторая проблема — это интерфейс пользовательский. Вот так Papirus выглядел в 2014 году. Некоторые считают, что этот интерфейс из 90-х. Я вам скажу, здесь вообще нет интерфейса, потому что в нашей первой команде, когда мы программировали, у нас не было UX-дизайнера, и вообще дизайнера никакого не было, и поэтому я программист сказал, ребят, дизайна не будет, поэтому просто берем как Gmail и копируем оттуда все элементы. Ну, Gmail типа не так плохо, и поэтому какое-то время Papirus даже был вот такой таск-менеджер в стиле Gmail. Вот, сегодня интерфейс выглядит вот так, это дэшборд одного из процессов, вот сервис-деск, то есть здесь видно удовлетворенность клиентов, видно оценки, которые клиенты дают сотрудникам, вашим, сколько задач, среднее время ответа и прочее. Ну, в общем, сделал домашнюю работу над именем, над доменом, над интерфейсом. Вот, я, собственно, сел в самолет, прилетел в Сан-Франциско и начал смотреть, а что есть, вот какая тусовка, что происходит вообще, и куда пойти рассказать про свой Pyros. И через неделю была конференция Google.io. Это ежегодное событие, на него приходят 6 тысяч человек, там компания Google рассказывает о новинках технологических, которые она выводит на рынок. Вот, я пошел купать билеты, тут выяснилось, что билетов нет, и вообще оказывается, что они продаются в апреле и раскупаются за 9 минут. 6 тысяч билетов. Ну, я все равно поехал на конференцию, просто надеясь, наверное, на русский авось. Вот, пришел, конечно, ничего там не нашел, никуда меня не пустили, но на входе встретился его товарища, который вообще профессор математики, но был на конференции. Я ему говорю, слушай, пойдем выпьем кофе, тут вот тема, надо парюс двигать, как вот вообще, что посоветуешь. Он говорит, слушай, а что сейчас горячее, вот что сейчас в тренде, о чем говорят. Дело в том, что была интрига, и кто первый выпустит часы, Apple или Google. И вот Google была первой. И как раз на этой конференции они открыли Apple Watch, сделали платформу Android Wearable Devices и, значит, изо всех утюгов кричали, как это круто. И более того, они всем разработчикам раздали эти часы бесплатно. Они раздали 6 тысяч часов, только чтобы посетители конференции начали с ними играться. Я одолжил такие часы у своего товарища, позвонил в Москву нашему разработчику, говорю, слушай, такое дело, надо срочно делать приложение для часов. И через три дня мы его сделали. И я рассказал нашему человеку, который помогал нам с пиаром, что вот есть такая тема. Он мне звонит через две недели и говорит, слушай, через полчаса тебе будет звонить журналисту TechCrunch, брать интервью, как вы работаете на часах. И он действительно позвонил и попросил потом видеоролик. Значит, я быстренько сделал видеоролик. Здесь вот скриншот. Это те самые часы с конференции. Это вот лист формата А4, а справа там такая коробка настольной игры, тикет урайт, который лежит, чтобы лист не улетал просто. И TechCrunch действительно писал про нас, потом написали и другие издания. И что это дало? Это дало несколько тысяч регистраций и, наверное, 15, 20, может быть, даже 30 сделок в течение месяца платящих из премиума, платящих клиентов. Но самое интересное было, через два дня я получил письмо по электронной почте, в котором мне писали о возможности продажи большого количества лицензий нашего продукта. Вы просили сделать презентацию. Оказалось, что это небольшая консалтинговая IT-компания, которая продает, в числе прочей, workflow-системы. У них действительно есть клиенты. Я им сделал презентацию. Они говорят, слушай, Макс, это самое классное сущение удобства, что мы видели в своей жизни, но у тебя нет вот этих вот пяти фич, и без них мы вот никак твой продукт вообще не можем даже рассматривать. Одной из фич, например, не было, что в форме, вот в формах наших, вот форма заявки, там не было табличной части. То есть в инвойсе, в счете, ты не мог даже вот какие-то детали счета, это просто не было такой возможности технической. То есть через несколько, ну это уже было сложно сделать за три дня, поэтому у нас заняло несколько месяцев. Потом я им перезвонил, говорю, слушайте, ну вот мы готовы, давайте вам еще одну презентацию сделать. Он сказал, все, отлично, все, поехали, давай продавать. Это был наш первый реселлер, потом потянулись другие, и сегодня Pyrus пользует такие замечательные компании, как вот Push Energy, это поставщик Smart Grid, они построили уже, по-моему, 200 мегаватт мощностей. CR Industries, это методургическая компания из Милуоке, Висконсина. Camel Energy, это очень крупный поставщик сжиженного газа в Луизиане, недалеко от Мексиканского залива. Stan Lind владеет более тысячи скважин, они добывают сланцевую нефть на трех крупных месторождениях в Техасе. Atlas, это энергетическая компания, крупные контракторы из Калифорнии, ну и многие другие. Ну вот, это история такого Блицкрига, вот ты поехал, высадился, посмотрел, сориентировался, сделал какие-то шаги на плацдарм противника, но есть другие стратегии. Например, стратегия такой агентурного проникновения под прикрытием, и мы ей тоже пользуемся, и в качестве прикрытия мы используем компанию Dodo Pizza. Кто слышал про них что-нибудь? Dodo Pizza, Pyrus входит в Dodo Pizza в число трех ключевых информационных систем компании. Остальные две — это их собственная разработка, Dodo Pizza, разумеется, и Google Документы. Собственно, в Dodo Pizza на Pyrus работает колл-центр, то есть 1200 запросов от клиентов ежедневно стекаются из разных каналов, по телефону, по имейлу, из их собственного приложения, из ВКонтакте, с Facebook Messenger, со всех соцсетей, в сервис-деск на базе Pyrus, где 200 операторов с ними работают, и все 410 ресторанов подключены к Pyrus, потому что если какая-то проблема в ресторане, проблема спускается в ресторан, и у него есть 24 часа, чтобы отреагировать на эту ситуацию. Таким образом, Dodo Pizza контролирует стандарты качества с нашей помощью. Они довольно быстро растут и, собственно, открываются в разных странах, и там, где они открываются, сразу есть у нас клиент. А самое прикольное, что когда компания пользуется Pyrus в своих рабочих процессах, то она начинает подключать своих поставщиков. И таким образом происходит некоторое B2B вирусное распространение тех процессов, где поставщики участвуют. Эти советы можно встретить, и я с ними согласен, следовать современным трендам. CEO компании должен растить свой valuation. Обязательно. И, конечно же, вам нужны хорошие инвесторы. Но я бы, если можно, если позволите, к ним добавил советы, которые я бы сам себе дал, если бы сейчас находился на ранней стадии. Въезжайте туда, где вы будете продавать. По крайней мере, в B2B точно 100%. В B2C, наверное, еще можно, там полегче, но в B2B вы должны быть там, где будут основные клиенты вашей компании. Это must. Как и все в бизнесе, поднятие раунда нужно делать в правильный момент. Не торопитесь прямо взять деньги, если дают. Конечно, это прикольно, это приятно, и вообще, допустим, вам дали 4 миллиона долларов. Возможно, это будет крупнейшая сделка в вашей жизни. Вам в один день выписали 4 миллиона долларов наличными. Ваш продукт может стоить 5 тысяч долларов, 10 тысяч долларов, даже 100 тысяч долларов и вы его продаете, но сделки на 5 миллионов долларов, возможно, это одна. Это прикольно, это приятно, вас поддерживают друзья, вам там другие друзья поддерживают, нет, другие завидуют, пресса пишет про вас, но получить деньги, это не построить бизнес. Ваша задача построить Rolls-Royce так, чтобы осталось только подлить бензин и поехать. Вот венчурные деньги такой бензин, а инвестор за вас Rolls-Royce не построит. Поэтому выбирайте правильный момент для поднятия денег. И мир, это не силиконная долина. Конечно, это уникальное место, силиконная долина, там много технологических предпринимателей, там много денег, там очень много таланта дорогого, но мир гораздо шире. И если ваши клиенты в Европе, ваши клиенты в Юго-Восточной Азии, ваши клиенты, даже штат Флорида, в нем живет 25 миллионов человек, это сам по себе неплохой рынок. Зачем его в силиконной долине, если вы будете продавать во Флориде? То есть не надо вот себе немножко глаза, в общем, открывайте, держите глаза открытыми и езжайте туда, где вы хотите продавать и не ограничивайтесь только силиконной долиной. Это все, что я хотел сказать вам сегодня. Если осталось время, то я буду рад ответить на ваши вопросы. Большое спасибо. Вопросы, да, действительно, вопросы у нас есть и, собственно, мы сейчас к ним и перейдем. Дорогие друзья, у вас на данный момент у нас есть 5 минут и если вы что-то появилось, вы можете еще успеть задать вопросы. То, что есть. В Apple Store на приложение стоит оценка 2,7 и много нареканий, почему не исправляете и собираетесь ли? Точно наше приложение. Я вам расскажу одну историю интересную. У нас в приложении есть, мы добавляем разные фичи и стараемся их добавлять одновременно, но, например, у нас клиенты, которые любят наше приложение, они иногда открывают несколько, ну, у них несколько компаний, может быть, и они просто делают несколько аккаунтов, так, чтобы люди там не пересекались работать. И одно время у нас не было возможности вот несколько аккаунтов из одного приложения управлять. И мы такую возможность, мы понимали это, это было большое ограничение, мы такую возможность сделали и выпустили, но выпустили в iOS приложение чуть раньше, чем в Android. Есть уточнение, это на приложение, это на приложение iiqo. Спасибо за уточнение. Сейчас и на этот вопрос тоже отвечу. Собственно, мы выпустили вот эти мультиаккаунты на iOS, раструбили об этом на всей и получили три негативных отзыва на Android со словами «Ребята, ну так нельзя, 21 век, почему у вас нет мультиаккаунтов на Android?» Мы-то думали, что мы сделали хорошо и вот обещали, и вот доставим, но как бы, в общем, аудитория держит тонуси. Поэтому, что касается iiqo, дело в том, что у iiqo, я вообще не уверен, что у iiqo есть мобильные приложения. Дело в том, что у iiqo экосистема партнеров, 260 реселлеров и все мобильные приложения, которые там, выпустили на самом деле партнеры iiqo. Поэтому, давайте, может, в кулуарах пообщаемся про конкретное приложение и мы, конечно, там уделим внимание. Мы специально делаем, например, приложение мобильного заказа для официантов iiqo. Вы спросите, «Максим, у тебя есть iiqo такое приложение?» Я скажу, «Нет, но есть шесть партнерских. Вот выбирайте лучшее». Значит, возможно, тот, кто получил такой отзыв, он получит меньше клиентов, чем его конкурент, и это прекрасно. Мы за свободную конкуренцию. Реально ли получить первые продажи без встреч, а чисто звонками для подтверждения спроса? Ну, знаете, это вопрос такой, реально, нереально. То есть, реально ли встретить крокодила на Красной площади, Красного? В принципе, можно, наверное. Но я не берусь судить, вы знаете, это сложнее. Начиная от того, что буквально люди могут в имейлах, которые вы им пишете, смотреть на таймзону, из которой вы пишете. Если вы пишете не из той таймзоны, но это не то, что они с вами не будут говорить. Но, понимаете, это вызывает какой-то вопрос. Коллеги очень хорошо про это говорили, что надо быть там, тогда у клиента будет доверие, будет понимание, что вы там всерьез и надолго. Поэтому я думаю, что реально, я не думаю, что точно нереально вообще, это барьер какой-то и так далее. Нет, такого нет. Но это, конечно, просто сложнее. Какую часть оборота Pyrus сейчас генерирует из США? Ну, мы частная компания, мы не раскрываем подробно эти цифры, но Соединенные Штаты сейчас, мы продаем по всему миру, понятно, через сайт, но Соединенные Штаты это сейчас второй по объему рынок после России, он существенный для нас. Ну, без процентов хотя бы. Ну, мы не раскрываем. Хорошо. Он существенный, правда. Пока что, да, еще один вопрос. Как вы подбирали основной функционал для MVP? Проба ошибок, как я говорил, мы просто сделали продукт для себя и поначалу, и более того, было даже сложно его у своей компании запустить. То есть, я вот сделал, мне нравилось, я начал пользоваться сам, а люди не хотели. Вот, и просто я тогда перестал отвечать на имейл, и люди сразу на следующий день начали пользоваться продуктом. Вот, то есть, ну, как бы тут очень сложно, так сказать, подобрать, тут должны быть какие-то вот у, не знаю, я, в общем, это должно, то же самое, кстати, было и в Айко, у моего партнера был ресторан, и, собственно, первые, кто были клиенты Айко, это вот этот ресторан, мы за два месяца сделали продукт, который решили, что можем поставить, и вот я там в субботу на барной стойке где-то отлаживал баги, и там все танцевали, а я вот там смотрел, чтобы чеки вылезали из принтера, и вот, поэтому это просто, мне кажется, это предпринимательский риск, и вы должны просто это показывать, насколько вы хорошо знаете рынок, тут только методом проб и ошибок.